Добрый вечер! В эфире информационная программа «Вовремя». О событиях уходящего дня расскажу вам я, Дарья Грещук. Смотрите в этом выпуске. Белорусская транспортная неделя стартовала в столице. Выставка-ярмарка по оптовой продаже товаров легкой и текстильной промышленности открылась в Минске. Белорусская транспортная неделя открылась в Минске. В ней принимают участие 76 организаций из 9 стран. Отечественные и зарубежные эксперты обсуждают современные решения в области транспорта и логистики. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Екатерина Герасименко. Главное событие года в сфере транспорта и логистики по традиции проходит на площадке футбольного манежа столицы. В центре внимания – организация пассажирских и грузовых перевозок, управление международными поставками, программе, конференции, семинары, круглые столы и международная специализированная выставка. Старт масштабным мероприятиям дал министр транспорта и коммуникации Республики Беларусь Анатолий Сивак. Самое главное, чтобы отделы логистики или отделы транспорта наших предприятий на уровне сотрудников этих отделов могли сюда приехать и провести с людьми, которые или с персоналом, который находится на стендах, допустим, Рижского порта или Клайбовского порта, и здесь же присутствуют и стивидоры, провести диалог хотя бы начальный. Потому что традиционно так сложилось, что наши предприятия, не все, конечно, часть еще продолжает торговлю со склада. У меня приедут, заберут, а конкурентность продукта – это уже и доставка. На выставку «Транспорт и логистика-2017» приехали участники из девяти стран. Производители и дилеры автотехники, поставщики оборудования, страховые компании. В этом году свои достижения представляют порядка 80 организаций. Среди инновационных разработок рельсовый надземный поезд «Скайвей». 500 километров в час никакого шума и тряски. Стоимость поездки дешевле, чем на электричке, а расход топлива меньше, чем у автомобиля в 10 раз. Вот он, транспорт будущего. «Транспортная система, так называемая, второго уровня, то есть расположенная не на земле, а над землей. Представляет собой легкие конструкции, в которых используется предварительное напряжение, поэтому называется струнная технология. И на выставке представлена одна единица подвижного состава, называется «Юникар». Вот в этом исполнение для перевозки 18 пассажиров. Мы готовы к реализации сейчас. Первый же коммерческий проект. Можем внедряться уже». Помимо индивидуальных компаний, здесь расположился и национальный стенд «Латвия». К слову, уже в первый день форума руководители белорусской и латвийской железных дорог подписали договор о развитии грузовых экспресс-перевозок в направлении Минск-Рига. «Хотелось бы упомянуть не только, скажем так, железную дорогу, но и авиационный сектор очень развивается. И вот вчера состоялась встреча наших авиаторов в нашем аэропорту с вашим аэропортом. И я вижу большие возможности на карго грузов, которые бы связала Белоруссию и Латвию. Мир меняется, и меняется тоже оборот товаров, как они попадают у потребителей». Кроме того, белорусская железная дорога представила новейшие разработки в области информационных технологий и программно-технических средств. Цель одна – повысить качество поездок и обслуживание пассажиров. «Здесь представлены для массового нашего пассажира две основные новинки. Это информационный терминал. Они уже установлены на Белорусской железной дороге. Их 15 терминалов, которые позволяют полностью заменить функции справочной службы. Раньше обращаться надо было необходимо в справочную кассиру. Теперь человек может самостоятельно посмотреть расписание поездов, расписание, составить себе маршрут с пересадкой какой-то просмотреть. Вторая система, которую мы здесь презентуем, вы можете там видеть, это онлайн-табло вокзала. Очень много пассажиров просило, чтобы была возможность, не заходя на вокзал, понять, где стоит поезд, на каком пути, куда им идти. Это так называемая оперативная информация. То есть она отражает фактическое состояние на вокзале». Одним из ключевых мероприятий транспортной недели стало пленарное заседание, на котором белорусская и китайская стороны обсудили ряд вопросов, в том числе перспективы нашей страны в создании экономического пояса шелкового пути. Продолжение следует...